В Сингапуре велосипеды – это что-то вроде общественного транспорта. Несмотря на то, что это огромный город, все его достопримечательности находятся друг от друга недалеко. В Сингапуре созданы все условия для велосипедистов. Отличное состояние дорог, отсутствие крутых подъемов, множество пунктов проката байков. На велосипеде можно передвигаться по всем дорогам, кроме скоростных автомагистралей. За одну и ту же цену можно в прокат взять байк на день или на час. Любители экзотики могут взять один велосипед на несколько человек. Есть байки трех-пяти местные, на которых катаются спортивные семьи и компании. В пунктах проката есть камеры хранения и душевые. Однако прокат стоит дешево, а если велосипед сломался, его не нужно чинить самостоятельно. И после эксплуатации велосипеды должны быть утилизированы на заводах по переработке. Некоторые из этих велосипедов совершенно новые. 33-летний Майк Тантан Вин решил дать им новую жизнь. Учитывая, что создание нового велосипеда может стоить от 150 до 200 долларов США, выбрасывать их слишком дорогое удовольствие. Хотя эти велосипеды могут показаться простыми и одноразовыми для зажиточных людей, бедные люди будут рады и такому железному коню. После 18 лет учебы и пребывания в Сингапуре, Майк в 2011 году вернулся в Мьянму, чтобы основать технологическую компанию. В Мьянме выпускник школы бизнеса Наньянга видел, как малообеспеченные школьники ходят пешком от дома до места учебы, преодолевая большие расстояния. Велосипед тут средство первой необходимости. По этой причине большое количество использованных велосипедов ввозится в Мьянму из Таиланда и Японии. Это наблюдение побудило Майка начать движение, чтобы передать неиспользованные велосипеды из Сингапура бедным студентам в Мьянме. Он уже импортировал в Мьянму 10 тысяч велосипедов из Сингапура. Перед этим он менял цифровые замки на обычные цепные, на ключ, а также добавлял дополнительное место сзади, чтобы братья и сестры могли ездить в школу вместе. Он также сообщил, что затраты на логистику от покупки велосипедов до отправки их получателям в сельских деревнях составляют от 35 до 40 долларов США. К счастью, 50% стоимости этого проекта покрываются другими спонсорами, которых нашел Майк. Сейчас Майк должен получить велосипеды из Китая, Японии, Тайваня и Нидерландов для продолжения этого проекта. Он надеется, что этот проект вдохновит больше людей делать то же самое, чтобы помочь нуждающимся. С дефицитом велосипедов сталкиваются многие страны по всему миру. Мы надеемся, что правительства перестанут делать велосипедное кладбище и будут отправлять велосипеды туда, где они нужны. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.